приветствую мистер янг порадовал очередной моделькой называется эллипсис сталька здесь m390 сейчас посмотрим покрутим в руках сразу скажу что основная интрига на мой взгляд и основной прикол этом ноже то что это флиппер ну кто не знает про этот нож и определенную фишечку и в принципе вот эту вот такую новую приблуду в нажимании это реально флиппер только вот его что-то нет да как бы он же должен здесь торчать причем чем так сказать дальше тем лучше будет щелкаться нет идея такая смотрите вот мы начинаем закрывать нож и плавник выезжает то есть он сделан свободно курсирующий вот здесь деталью которая просто толкается выступами на клинке и соответственно включается он только в закрытом положении ножа все в остальном как бы никаких сверхъестественных вещей в ноже нет но это и достаточно чтобы нож оказался ну вообще просто бомбовым если честно и так нажимаем на флиппер нож выезжает а флиппер убирается в рукоятку вот это конечно круто давайте посмотрим на это в промежуточном положении вот он как деталька вот он спокойно курсирует на латунных вставочках в пазах без каких ну какого-либо сильного сопротивления вот он в принципе приличным образом вот так вот здесь пошатывается но это не проблема почему потому что в закрытом состоянии он является по сути стопором клинка и поэтому он не болтается в открытом состоянии он же является стопором клинка поэтому он не болтается надо сказать что конструкция с одной стороны гениальная на мой взгляд с другой стороны очень простая скажу вам сразу я не знаю китайцы подсмотрели это у какого-то гениального америкоса с какого-то кастома это срисовали или это реально оригинальный дизайн я думаю вот лично так если меня спросили заранее что очень может быть что это вполне себе придумали они сами не знаю к сожалению с работами с мастерской нет времени и возможности копаться в этом всем то есть я ну не осматриваю ножи целыми днями я ими режу я их точу я их чиню это да это целыми днями но модели новые отслеживать еще что-то к сожалению это мне не так доступно вот поэтому для меня вот нож как бы реальная новинка абсолютная в плане вот этой технологии флиппера надо сказать что мне лично это прям очень понравилось потому что ну блин мне не очень нравится торчащий вниз вот прям большой флиппер и надо сказать что вот так нож смотрится конечно очень органично в руке он лежит очень хорошо в принципе практически любым хватом я бы сказал что вот эти вот вставки 3 из карбона они сделаны достаточно адекватно потому что они во первых не скользкие вот но не такие скользкие во вторых целиком карбоновые рукояти мне не нравится 50 на 50 одна плашка такая одна титановая мне кстати тоже не нравится вот это первый раз когда я встречаю карбон который вот аккуратно применили на мой взгляд так вот чисто с эстетической точки зрения и он именно дополняет как элемент ножа как бы дизайн а не кричит или в принципе является полностью корпусом ножа вот в принципе даже не лишние вот эти вот штучки особенно они хорошо смотрятся на закрытом ноже почему потому что продолжение их линий это собственно говоря флиппер вот так вот хорошо видно что это визуально флиппер является продолжением вот этих линий вот дальше нож собран всего на трех винтах это осевой это тот который проходит сквозь спейсер сзади соединяет две плашки ну и конечно на четырех винтах один да это тот который вкручен с другой стороны плашки в клипсу ну и тот винт которым прикручивается сухарик вот с этой точки зрения в принципе все просто банально мне нравится спейсер во первых в нем ну неплохо сделана система так сказать для продевания темляка я не фанат темляков но я думаю что так или иначе паракордик сюда поместится вот а что касается а что касается клипсы в принципе вот про клипсу можно сказать что она максимально тонкая наверное то есть нет большинство карманов джинсов любые брюки сюда пролезут стопудово но некоторые карманы достаточно толстых джинсов мне кажется будут застревать где-то посередине то есть этот момент надо учитывать но учитывая общий дизайн да я не думаю что это какая-то сложность или проблема учитывая еще и стоимость ножа не думаю что это будет у кого-то единственный нож и поэтому ну я всегда под штаны выбираю под общий скажем так гардероб который надел в этот день выбираю нож и поэтому такие нюансы например для меня вообще не имеют принципиального значения серии о типа не этот нож не сканает потому что я не могу его на любые джинсы повесить вот для меня это не существующая тема у меня есть вот с этими джинсами я обычно ношу как бы и по цвету и по фасону и по идее как бы либо этот либо этот либо этот нож вот поэтому в принципе ну это не я бы не относил прямо к недостаткам просто момент который надо знать заранее учитывать зато клипса никоим образом не мешает хвату она не чувствуется вообще никуда не впивается не торчит ничего и хоть она и не погружная да как многие любят я не люблю погруженные клипсы определенное количество ножа будет торчать при этом ну надо сказать что это прям не будет какой-то катастрофой на мой взгляд и вообще очень красивое сочетание серого и синего титана на мой взгляд прям вообще хорошее чего не хватает этому ножу если попробовать придираться или еще что-то ну на мой взгляд ножу не хватает матовости фурнитуры то есть в принципе я бы сказал что лучше чтобы винты были матовые но как это ни странно ну то есть это кому-то нравится но я точно вам говорю что есть люди которым это не нравится потому что в в на спа одним из заказов который время от времени случается является матировать фурнитуру вот ну и соответственно делается реально пескоструй вот этого всего такой же примерно да как бы как и на рукояти получается рисунок матовый вот так как нибудь если будет получаться я вам это покажу ну собственно говоря вот такая история теперь давайте посмотрим на сведение сведение в принципе не тонкая очень я думаю где-то вот 0.4 начинается идет все к 0.5 то есть в принципе плавненько так в принципе адекватно кончик не неженка то есть он тонкий достаточно для деликатных работ но не неженка это хорошо клинок не очень толстый не стандартные 4 миллиметра которые сейчас чаще всего можно строить на ножах а три с половиной учитывая гринды ширину клинка это адекватная геометрия чтобы нож в принципе достаточно приятно резал это ну не резак в чистом виде конечно нет вот но это универсальный нож и 10-шный который приоритет свой сдвинул в рез а не в ломовитость это хорошо это правильно потому что ну если люк придется поднимать то там уж придется а так чаще приходится все-таки что-то порезать очень удобно сделано то местечко где отжимается фрейм очень широко хорошо снята фасочка вот так и поэтому закрывать нож не проблема кстати говоря так как нет флиппера есть такой нюанс во первых раньше флиппер просто упирался да и не давал закрыть на пальцы и ты отжимаешь замок потом из-под флиппера вы потаскиваешь палец потом закрываешь нож здесь нет этой системы теперь да ты здесь как бы флиппера то нет но механика ножа достойная очень и ты прям чувствуешь все эти моменты и у меня ни разу не возникло но ощущение что сейчас я закрою на палец нет ножка вы не проваливается вот сюда у него клинок не проваливается почему потому что даже вот в этом положении шарик чуть-чуть скользит по когда даже держишь фрейм чуть-чуть скользит по клинку поэтому есть некоторое сопротивление сама механика если полностью отжать конечно идеальная механика абсолютно пытает вот та самая подшипочная вот но в целом в общем да как бы все очень правильно хорошо то есть если ты даже в первый раз закрываешь нож ты прекрасно его чувствуешь вот и особенно когда пальцем клинок не держишь все вообще хорошо вот надо сказать что механика меня прям порадовала качество исполнения выше всяких похвал нож в принципе новый пришел да как бы полностью из коробочки его достал он еще даже клиночек чуть-чуть вот чуть-чуть в масле вот надо сказать что бывает такое что пощелкаешь пощелкаешь флипперы раскручиваются этот не раскрутился все в порядке как бы с ним все замечательно вот очень достойный вариант я считаю вполне себе достойный давайте поближе взглянем на клинок слесарка сделана хорошо кстати ну у китайцев это в принципе уже часто встречается такой вот двунаправленный сатин ну я не знаю как по термообработке ямочки но в принципе это время покажет вот я думаю что в одессе по юзе как бы он себя проявит на самом деле хорошо клипса очень порадовала тем что она простая и приятного цвета вот а так в принципе по нашу с одной стороны особо больше ничего не скажешь с другой стороны он еще имеет четкое одно сейчас покажу если получится четкое преимущество это внутри прорезаны вот эти вот оконца для того чтобы сейчас вот так вот для облегчения то есть выфрезеровано рукоять внутри нож весит всего 115 там 117 грамм смотря как на каких весах наверно взвешивать у меня 115 показал в характеристиках написано 117 ну как бы это очень хорошо это прямо очень хорошо то есть полностью цельнометаллический да по факту нож который весит 115 грамм который ну то есть он реально визуально тяжелее чем он реально на самом деле весит вот и вообще нормальная механика просто супер убирающийся флиппер мне кажется что прям ну нож на самом деле очень прикольный очень бомбический и нельзя сказать что он даст какие-то выдающиеся практические характеристики но это знаете тот самый случай когда все как мы любим плюс дополнительная фишка все как мы любим это титан подшипники фрейм м 390 адекватное сведение немножко карбончика фигурный спейсер как бы красивая клипса ну сухарь естественно а фишечка это нажимающийся плавник убирающийся в корпус ваще атас